Вопрос дня в эфире Первого Приднестровского В студии Виолетта Ганина, Лидия Солкуцан Здравствуйте О чем договариваются дипломаты, чему учат в бизнес-школе Причем при поддержке государства И как совсем скоро изменятся бендеры Ответы на все эти вопросы Прямо сейчас мы начинаем Гуманитарные проблемы в повестке дня Сегодня президент встретился с действующим председателем ОБСЕ Министр иностранных дел Швеции Анн Линде Приехала в Приднестровье Это ее второй визит Что обсудили? Конечно, проблему нейтральных номеров Напомним, с 1 сентября машины с преднестровскими номерами По просьбе Молдовы не пропускают через границу Украины Это нарушение наших прав и проблему нужно решать На встрече эту проблему обсудили И проблемы нейтральных номеров будут говорить И на предстоящих переговорах в формате 5 плюс 2 Они пройдут в Стокгольме в ноябре Там планируют обсуждать также проблему коммуникации До сих пор не закрыты политически мотивированные уголовные дела И о невыполненных Молдовой более 200 подписанных соглашений тоже будут говорить Приднестровье открыто к диалогу И президент Вадим Красносельский написал письмо молдавской коллеге Майе Санду Председатель правительства Александр Мартынов Отправил письмо главе Кабмина Молдовы Наталье Гаврилицы Председатель Верховного совета Александр Коршунов Направил письмо спикеру парламента Молдовы Игорю Гросу Официальные обращения от Приднестровья отправлены в Молдову И в тексте каждого документа призыв к предметному и содержательному диалогу Преднестровье традиционно поддерживает перегорный процесс Мы поддерживаем генеральную концепцию всего формата 5 плюс 2 Это исполнение ранее взятых на себя обязательств В этом мы именно видим основу продолжения диалога в целом К сожалению, молдавская сторона на сегодняшний день заняла какую-то невнятную позицию На сегодняшний день каких-либо действий в развитии перегорного процесса со стороны Молдовы я не вижу Есть просто какие-то заявления, но они абсолютно расходятся с делом Ответов на письма, которые отправили в Молдову, пока нет Есть идеи своего бизнеса, но не хватает знаний Не знаете, как начать свое дело Сейчас мы все узнаем у нашей гости У нас в студии Аурелия Салкутсан, директор бизнес-школы Торгово-промышленной палаты Здравствуйте, Аурелия Здравствуйте Итак, сразу первый вопрос У меня нет знаний, нет идей, но есть 2000 рублей Я хочу начать свой бизнес, чтобы очень хорошо зарабатывать Возьмете меня в бизнес-школу учить? Конечно, возьмем Мы берем всех, кто желает открыть свое собственное дело Остаться здесь у нас в Приднестровье, создавать рабочие места Тем самым сохранить семью, находясь здесь Здорово Насколько я выяснила, изучая сайт Торгово-промышленной палаты И в частности про школу Торгово-промышленной палаты Работает с 2008 года школа работает А с 2019 года при поддержке государства А что это значит? Проект функционирования бизнес-школы Включен в государственную целевую программу поддержки и развития предпринимательства На 2019-2021 год В рамках которого мы предоставляем обучение начинающим предпринимателям И представителям действующего бизнеса Здорово, у вас какие критерии отбора тех, кто поступает к вам учиться? Есть ли какие-то вступительные экзамены? Да, у нас большой конкурс на курс основы создания собственного бизнеса То есть для тех, которые желают открыть свое дело Порядка двух с половиной, бывает и три человека на место То есть в зависимости от города В Террасполе и в Бендерах у нас желающих больше, чем на севере нашей республики А сколько стоит обучение? Обучение совершенно бесплатно Главное, чтобы у человека была мотивация Открыть свое собственное дело Бесплатно, это значит, кто-то оплачивает Да, это в рамках государственной целевого программы поддержки и развития Это с 2019-го как раз С 2019-го по 2021 год Государство взяло на себя расходы А какие предметы есть? Там не предметы, там разработан для начинающих предпринимателей Разработан целый курс, который направлен на помощь начинающему предпринимателю В становлении своего собственного бизнеса То есть какие необходимо ему предпринять шаги, чтобы открыть свое дело Это какую организационно-правовую форму выбрать Как зарегистрироваться Как нанимать правильный персонал Как вести бухгалтерский учет Какие, когда необходимо платить налоги Ну и другие вопросы То есть чистая практика Без воды, без теории Мы привлекаем только практикующих специалистов Шикарно, бесплатная еще чистая практика Мы еще знаем, что ТП проводит опросы среди бизнес-соопов Чтобы понимать, что на самом деле интересно вашим студентам Да, мы перед началом каждого проекта Мы проводим опрос среди представителей действующего бизнеса Ну и тех, кто желает принять участие Чтобы понять, какие курсы и семинары Необходимы уже представителям действующего бизнеса Чтобы помочь им в внедрении каких-то новых технологий Ведения собственного дела Так, сейчас у меня уже бизнес-план созревает Значит, берем 2000, как Виолетта упомянула в начале разговора Записываемся Кстати, как запись? Запись у нас проходит на сайте бизнес-школы bstraspol.org, где все желающие заполняют форму заявки Она попадает к нам Мы вносим в реестр А затем уже перед каждым мероприятием Мы обзванием приглашаем Так, и сколько длится обучение? Для начинающих предпринимателей Это курс 2,5 месяца обучения Он разработан с учетом возможностей, скажем так, наших слушателей Потому что на протяжении 13 лет уже Когда действует бизнес-школа Мы ориентируемся все-таки на возможность Когда они могут обучаться И это, как правило, вечернее время Вот Ну хорошо, смотрите Вы сказали, что у вас 2,5, это очень весело Человека на место Или 3 человека, да? Ну, то есть имеется в виду В зависимости от города Конкурс все-таки большой Конкурс есть, да И как вы их записываете? Все желающие? Нет, мы записываем То есть подают заявки все Мы проводим собеседование Общаемся с каждым претендентом, скажем так На бесплатное обучение И уже по итогам собеседования Членами комиссии выставляются определенные баллы По определенным вопросам То есть не экзамен, но собеседование есть Собеседование, да А какие критерии? Критерии это мотивация Как бы в общем у нас одна критерия Это мотивация к открытию своего собственного дела Подождите, хорошо У меня есть мотивация открыть собственное дело У меня есть 2000 рублей в загашнике где-то там Мы их сейчас достанем Я прихожу к вам на собеседование И таких, как я, еще за мной шлейф А я, например, прихожу и не очень-то уверена Не очень-то знаю Вот тебя возьмут, меня нет, да? Все-таки какой критерий? Просто для себя получить знания Для себя? Да, для себя Просто получить знания Пополнить свой багаж знаний И как бы на этом все То есть они об этом сразу некоторые и говорят Понятно Таких берете? Нет, мы их не берем Ну то есть все-таки нужна какая-то творческая идея У нас конкурс, да То есть мы пытаемся выявить, есть ли желание у наших претендентов Ну, кто подает заявку Есть ли желание открыть свое собственное дело То есть, возможно, он уже был в бизнесе То есть человек, который был в бизнесе Что-то не получилось, да? Да, как правило, он уже не вернется работать с... Наемным работником Наемным работником, да Ну, понятно, со студентами разобрались Понятно, кого берете, как учите Теперь скажите, кто учит? Мы знаем, что даже председатель правительства был преподавателем Чего учил премьер ваших студентов? Он у нас вел блок финансовая грамотность Бухгалтерский учет Ну, непосредственно для бухгалтеров, для финансовых директоров А еще кто у вас преподаватели? У нас преподаватели и представители Министерства экономического развития Это однодневные семинары для представителей действующего бизнеса Представители Министерства экономического развития Представители Министерства юстиции Это больше теоретики или практики? Это и теоретики, и практики Любой учитель или заведение гордятся своими, скажем так, лучшими и успешными учениками И вот мы делали материалы по семье Граур. Они изготавливают мебель, да? Это наши слушатели бизнес-школы, да. Вот, это ваши слушатели. Вот таких выпускников много? И вообще сколько выпускников? Ну, выпускников, если за 13 лет действия работы бизнес-школы, у нас обучение прошли более 4 тысяч человек. Это и начинающие предприниматели, и представители действующего бизнеса. Что касается начинающих предпринимателей, то их более 700 на данный момент. На данный момент у нас даже проходит обучение. Мы только стартовали на прошлой неделе в рамках данной государственной программы поддержки предпринимательства. Стартовали обучение. Вот в декабре послушаем их бизнес-планы. Смотрим на итоги. А многие из них потом успешны? Вот вы отслеживаете их судьбы? Ну, наверное, порядка более 50%. Да, мы отслеживаем. Мы проводим мониторинг, стараемся ежегодно проводить мониторинг, узнавать, с какими проблемами сталкиваются предприниматели в ходе открытия своего бизнеса. То есть, возможно, им не хватает знания в какой-то области, либо это нехватка квалифицированных кадров, то есть какие проблемы у них возникают. А те, кто открыли, мы узнаем количество персонала, в каком направлении они работают, планируют ли они производство своей продукции, если это производство, планируют ли на экспорт. А вот вы упомянули, что в декабре уже ждете бизнес-проекты от своих сейчас, которые ученики в школе. Что это значит? Ну, на протяжении всего курса обучения для начинающих предпринимателей они пишут бизнес-план. То есть это является... у них нет домашнего задания, как обычно, это в школе. Класс! Подожди, я так понимаю, что бизнес-план — это и есть экзамен, да? Да, это и есть экзамен, да, как дипломная работа, скажем так. Но это... они пишут бизнес-план, и по итогам своего обучения они защищают. Мы приглашаем на защиту представителей наших банков, приглашаем фонд госрезерва, приглашаем министерство экономического развития, где они ставят одобрено-неодобрено. То есть жизнеспособна ли их идея или нет? Хорошо, если банк поставил одобрено, значит ли это, что я могу со своей бизнес-идеей прийти в этот банк, который поставил печать одобрено на экзамене, и мне, например, дадут кредит льготный? Были же такие случаи? Были. Наши слушатели берут и кредиты, обращается и фонд госрезерва. То есть они себя показывают на защите, какие бизнес-планы... То есть это хорошая возможность и хорошая площадка, заявите себе и взять потом выгодный кредит, потому что все равно старт нужен, 2000, конечно, хорошо, но, наверное, маловат. И прийти и сказать, ну вы же сами одобрили, давайте кредит одобряйте теперь. Прекрасно. Ну что ж, пора задавать вопрос дня, и сегодня его зададим в интересах начинающих предпринимателей. Итак, Аурелия, скажите, почему не стоит бояться начинать свое дело в Приднестровье? 30 секунд на ответ. Ну потому что это реально, и у нас есть действительно положительные, скажем так, результаты. Люди, которые жили с идеей, то есть она была внутри, они ее вынашивали на протяжении двух с половиной месяцев, да, написали это все, смогли просчитать, какие необходимы им финансы, просчитать и начать свое собственное дело. Ну что ж, спасибо большое, пожелаем вам удачи. Спасибо. Спасибо. День рождения будут праздновать два дня. Это о Бендерах. 8 октября возложение и открытие, наконец-то, фонтана у Дома культуры. Но основные торжества пройдут в субботу, 9 октября в парке Александра Невского. Сами Бендеры уже несколько месяцев настоящая стройплощадка. Центр города меняет свой облик. И что запоет новый фонтан, сейчас все узнаем у нашего гостя. У нас в студии Игорь Швыткий, помощник заместительной главы госадминистрации Бендер по вопросам архитектуры и градостроительства. Игорь Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Викторович. Ну, давайте с последней новости. Сегодня как раз тестировали запуск фонтана. Ну, скажем так, мини-репетиция была, да. Еще раз повторим о том, что торжественное открытие будет в пятницу, 8 октября. В день города Бендеры. В день города Бендеры. Вот по поводу фонтана. Репертуар весь классический будет? На этот случай подобраны несколько мелодий. Они должны ласкать слух всех слушателей различных категорий возрастных. И будет и классический репертуар, будет и более современная аранжированная музыка. А чей фонтан громче? Тираспольский или бендерский? Вы знаете, с точки зрения архитектора не в громкости фонтан отличается. Безусловно. Да, в эстетике. Дело в том, что у нас город Бендеры – это исторический город. Он как ни несложен, но надо признать. Он старший Тирасполь нашей столицы, имеет свои традиции, имеет свою планировку. После военных событий он был разрушен, я имею в виду Великую Отечественную войну. Воссоздан творческим коллективом отдельных архитекторов, зодчих. Ну вот это сейчас очень интересно. Мы видим, что вы пришли к нам не с пустыми руками. Сейчас нам наверняка расскажете, как будет меняться центр Бендер. Тем более, что вы уже начали этот рассказ, и мы так понимаем, что историческая составляющая будет сохранена. Давайте расскажем самое яркое, самое красивое, чего ждать. А мы зрителям покажем как раз одновременно. Ну у нас с чего началась реконструкция центра? Это, конечно, с подземных сетей коммуникации, которые послужили, в общем-то, отправной точкой, необходимостью. А то, что мы уже с вами наблюдаем сегодня и можем видеть, это первый участок, который осуществлен именно практически под стопроцентную готовность. Это территория возле Дворца культуры Павла Ткаченко. То есть вся рекреационная зона, составляющая из трех таких лепестков, трех частей. Там будет фонтан, новые скамейки. Расскажите. Интрига должна может сохраняться, но в пятницу можно будет лицезреть замечательную симфонию звука, света и цвета. В вечернее время будут открыты фонтаны и будет собрана концертная программа. Выступают наши артисты, приглашенные лица, официальные лица государства. Мы с вами будем иметь возможность увидеть замечательное благоустройство, которое выполнено именно организациями городскими. Ну это понятно. Скажите, а будет там какая-нибудь такая красивая подсветка, как у нас в Террасполе на бульваре Гагарина? Мы слышали, что были такие идеи. Подсветка? На деревьях или какие-то фонари отдельные? Что там будет? Деревья, это может быть в перспективе будет. У нас еще много праздников до окончания этого года. Подсветка будет в самих фонтанах, в самих струй. Звучание будет по всему периметру этого сквера вокруг фонтана. А то благоустройство, те та городская мебель, скамьи, которые сделаны индивидуальные разработки, те фонари, которые продолжают тематику фонтанов, струй восходящих потоков, они также будут светить и создавать атмосферу уюта и праздника. И вот я хочу все-таки к практической части перейти. Благоустройство это надо, это здорово. Но вот по поводу, я знаю, что вся модернизация, весь большой ремонт начинался, и вы уже упомянули вкратце, из-за того, что центральная часть нуждалась в замене инфраструктуры, сетей, кабелей, коллектор был в ужаснейшем состоянии. Мы делали не один сюжет. Сколько раз он его рвало, если можно так выразиться сказать, и перекрывалась дорога. Вот какова была ситуация на тот момент, и сейчас, на сегодняшний день, все ли удалось заменить? Заменена основная часть коллектора, которая подходит. И не только по коллектору, да, вообще? Инженерные сети подверглись замене и водоснабжению, канализации, электроснабжение. Здесь возросшие потребности у потребителей именно в эксплуатации сетей электроснабжения. Освещение новое появляется, соответственно, также запитки потребовалось больше для освещения, фонтанов, работы и фонарей освещения. Какие еще сети? Ну вот вы понимаете, да, почему мы спрашиваем? Потому что вы сделаете сейчас все это очень красиво, а потому что это поломается, и снова надо будет это все разворотить. Вот поэтому мы спрашиваем. Ну да, потому что это под землей сейчас. Да, поэтому мы спрашиваем, все ли там с умом продумано по-хозяйски? Дело в том, что наши инженерные службы, я не стану их хвалить, но отмечу тот факт, что они компетентные люди в своей области, они дипломированные специалисты, имеющие многолетнюю практику. А все ли отремонтировано там? Все ли отремонтировано? Поэтапно ремонтируется все. На тех участках, где мы видим новую дорожную одежду, где новые покрытия, где новые элементы благоустройства, там заменены сети. И не должно случаться аварийных каких-то ситуаций, обрушений или провалов. Ну вот, кстати, об обрушениях. Мы говорили о том, что в центре идет ремонт большой, мы об этом говорим. И во время ремонта дороги там обрушился грунт. И оказалось, что на глубине 8 метров подвальные помещения. Протяженность подземелья около 9 метров. А в одной комнате старые деревянные бочки, металлические гири и другие артефакты. Уже известно, что это за сооружения, что это за находки. Что там за тайны такие? Если взглянуть в историю, полистать историю нашего города, центральная часть, именно та, которая находится под площадью освобождения, это территория торговых лавок, объектов торговли, продуктами питания, промышленного производства. И там, где сейчас располагается объект Шерифт или Интернестерком, там раньше располагался корпус хала, так называемый, который являлся продолжением линий, который находится сейчас на территории рынка. Еще сохранился та часть корпуса. Здесь было торговое помещение, огромный зал. От него могли отходить влево и вправо какие-то новые такие сооружения, благодаря которым можно было сохранять продукты в длительное время. То есть это как холодильники, как холодильные камеры. Соответственно, они опускались намного глубже уровней поверхности Земли. А тот перекресток, о котором вы говорите, скорее всего, был задействован под торговую лавку, торговые объекты, которые также были снабжены теми помещениями для хранения товара. То есть тайн как таковых глобальных не будет. Все равно интересно. Конечно, интересно. Что же там в техбочках в итоге окажется? Скорее всего, этот объект был изучен и в советское время, и он где-то в документах наверняка значится. Но тайная интрига сохраняется до сего дня, потому как на сегодняшний день в связи с теми работами, что у нас проводятся, мы вынуждены были предпринять ряд мероприятий, чтобы временно законсервировать эту область, эту часть, скрыть от глаз от лишних, чтобы не было несчастных случаев. Сделаны инженеры мероприятия, благодаря которым ограничена та часть свода того подземелья, которое было открыто взору. И засыпано песком, сверху ляжет плиточное покрытие. А в будущем уже у города будут планы, будет финансирование и проекты, благодаря которым, может быть, эти подземные части города будут использованы для туризма, для какого-то экспонирования музейных залов и прочее. Дальше время покажет. Здорово. Мы подошли к главному вопросу дня. По правилам передачи у вас 30 секунд на ответ. И вопрос звучит так. Когда все-таки завершится ремонт центральной части Бендера? Когда туристы начнут гулять? Мы пойдем посмотрим, тоже погуляем, когда все это будет. Планируется основная часть работ завершена быть к декабрю месяца, то есть до конца ноября. То есть осенью все закончится, а в декабре... Как обычно зима наступает. Дело в том, что у нас не только зима наступала, у нас за время проведения более полугода, что длится реконструкция, были ливни. Мы бендеры тонули, бендеры сохли от жары. Сейчас, если погодные условия нам не помешают, а наши климатические условия позволяют проводить работы, всю осень будут проводиться эти работы. Ну что ж, спасибо. Пожелаем вам удачи, чтобы вы все успели. Спасибо. И вам удачи. Накануне наши учителя отметили свой профессиональный праздник. И, пользуясь служебным положением, хочется еще раз поздравить наших учителей и сказать им спасибо за то, что не бросают свою тяжелую, ответственную миссию. Ну, конечно же, пожелать здоровья и творческих, успешных учеников. Ну, и, конечно, чудесная школьная пора. Она в памяти у всех взрослых людей. И, конечно, с теплотой вспоминаю те годы, когда мы были маленькими, были девочками, мальчиками, учениками. Да, это были отличные годы. Я помню, мама говорила мне перед экзаменом, «Да не волнуйся, не переживай так». А ты все равно переживаешь и думаешь, «Господи, когда все это закончится?» Куча нервов. А потом, когда эти экзамены заканчиваются, ты уже по школу тоже заканчиваешь и понимаешь, что действительно это была самая прекрасная пора. И все эти нервы, это все такая мелочь. А списывали на экзамене? Да, признаюсь, списывала. И давала списывать, в принципе. Ну, кстати, Виолетта, по поводу списывания, как вам история, которую рассказала учитель нашего президента, учитель по математике, о том, что как-то Вадим Николаевич даже давал списывать. А, нет, помогал своей супруге, сейчас уже супруге, да, Светлане Сергеевне, помогал решить контроль по математике. И вот, мне кажется, это, ну, как-то так это... Мило! Да, вот сам написал свою контрольную, помог любимой девушке. Ну, прямо вот, ну, как потом за такого замуж не выйти? Ну, да, конечно, и редкий случай, когда вместе со школьной скамьи, да еще и на фотографии выпускной вместе. Ну, это, конечно, вызывает улыбку. И вообще редко встретишь такие семьи, которые всю жизнь вместе вызывают только восхищение. Побольше бы таких семей. Да. И, внимание, Лига Чемпионская новость. В продажу поступили билеты «Шериф Интер» 19 октября. Игра состоится в Милане. Цена от 25 евро до 145. Но пока приобрести эти билеты могут только обладатели сезонных абонементов. А вот в массовую продажу они поступят только в пятницу. И уже каждый может купить билет на матч в Милане. И здесь не надо забывать о том, что если вы собрались в Милан, на матч «Шериф Интер» поддержать наших. При себе обязательно нужен сертификат о вакцинации. И просто по-другому на стадион Сан-Сиро не попасть. И, кстати, стадион, говорят, такой старый. Его строили еще в 1926 году. А последняя реконструкция была более 30 лет назад. Как бы наш стадион лучше. У нас и команда лучше обыграла и «Шахтер», и «Реал», и «Динамо Загреб», и «Цервену Звезду». А теперь на очереди еще и «Миланский Интер». Да. Это был «Вопрос дня». Мы говорили о ситуации в переговорном процессе, бизнес-школе и преображении «Бендер». Ну, а мы с вами прощаемся. Не забывайте читать наши новости в Инстаграме, Телеграме, в Вайбере, в социальных сетях. Там всегда интересно. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова